Семен Сергеевич, Семен Сергеевич, Недавно в Якутске прошел чемпионат России по вольной борьбе среди глухих спортсменов. Расскажите, пожалуйста, как прошли соревнования, какие успехи? Как мы знаем, с 16 по 19 февраля у нас прошел чемпионат и первенство по вольной борьбе среди глухих сурдолимпийцев. На этом чемпионате участвовали 158 участников, там же тренера, судьи, представители из 18 регионов, в том числе из Якутии. Ну, именно чемпионат был отборочным к сурдолимпийским играм, который пройдет в июле месяце в Турции, город Самсунг. И, как говорится, у нас подготовка и проведение оценивали не только мы, а оценили все те участники, приехавшие к нам на чемпионат. Опыт проведения чемпионатов у нас есть. Как мы знаем, 16-го года чемпионат России, 14-го года, также 15-го года проведение первенства России и международный турнир, который мы проводим по вольной борьбе. А успехами мы считаем, что завоевание трех золотых медалей – это очень большое достижение для наших ребят, то есть для борцов сурдолимпийцев. Это успехи тренеров наших Василия Стручкова, Прокопья Николаева, также главного тренера Владимира Кириллина. И, конечно, сперва перед ними стояло задача два золотых медалей – это завоевание двух путевок к сурдолимпийским играм. А тут больше получилось. Да, получилось три путевки. И дай Бог, чтобы ребята выступили на этих соревнованиях успешно. И Россия, чтобы выступила успешно, чтобы завоевали сурдолимпийские медали. Вот Вы сказали три золотые медали. А можете назвать имена этих спортсменов, которые будут представлять Республику и Россию будут представлять в Турции летом? Да, это 57 килограмм Егор Скребен, это Валерий Чемпосов 65 килограмм и 70 килограмм Василий Стручков. Самые представительные команды из каких регионов были? Вот 18 регионов принимали участие, очень-таки достаточно много, да? А вот какие регионы Вы можете назвать, которые приехали к нам на этот чемпионат России? Да, конечно же, это чемпионат, очень важный чемпионат, это именно отбор. Поэтому самые представительные были Осетия, также Дагестан, также Республика Бурятия. И наши борцы тоже. Мы выставили 18 спортсменов и плюс к этому, к первенству еще 20 спортсменов. У нас именно сурдолимпийская борьба очень развивается. Очень идут ребята к этому заниматься борьбой. Ну, действительно, вот это как раз те регионы, которые всегда занимают призовые места на всех соревнованиях по вольной борьбе. Дагестан, Вы сказали, назвали еще? Северная Сетия. Северная Сетия, да. Скажите, а вот какие там, как прошла вообще подготовка к этим масштабным таким всероссийским соревнованиям? Какие, может быть, проблемы возникали? Что, может быть, не удалось? Ну, обычно делаются выводы, да, после соревнований? Ну, да. Мы провели трехэтапный сбор. Это все сурдолимпийцы были допущены к сборам к Яргинскому турниру, который с нормальными спортсменами. Со здоровыми. Да, со здоровыми. То есть взрослой командой они вместе тренировались. В третьем этапе уже мы подключили юноши. Уже и те, которые должны были участвовать в первенстве, они уже тоже совместно занимались и тренировались. Также они проживали в Триумфе. Там же питались и там же тренировались. Все очень удобно. Да, конечно, эта инфраструктура очень удобная для спортсменов. И также Федерация спортной борьбы республики экипировала всех спортсменов, тренеров. Скажите, пожалуйста, а кто были почетными гостями этих соревнований? У нас на этом чемпионате первенства был президент Судоолимпийского комитета Романцов Александр Николаевич. Был главный тренер Судоолимпийцев, именно Горинов Владимир Васильевич. И старший тренер, какой Сергей Жорикович. Он главный тренер именно по вольной борьбе. Он был и все смотрели. Именно они тоже оценили наш чемпионат. Что так проводите и впервые же проводят. Они постоянно проводят и в Москве, и в Владимире. И получать именно отборочную нас провели на высоком, по их оценкам сказали, что на высоком оценке. Это здорово. Скажите, пожалуйста, если говорить об особенностях проведенного первенства, то какие особенности Вы бы выделили? Чем они, может быть, отличались? Чем они были интересны? Ну, во-первых, интерес именно спортсменов. Именно спортсменов. Они как участвовали. И для наших зрителей. Именно столько болели за наших ребят. Именно их друзья, родители. Очень сплоченно. Я лично два раза был на чемпионате России. А вот именно на этом чемпионате я увидел очень хорошую сторону болельщиков. Очень хорошо, очень организованно болели. Именно для ребят была поддержка их родителей. Ихни школы. И до конца, самое главное, ребята все боролись до конца. Они же все-таки проблемы со слухами имеют. И на награждение плачут. Кто завоевал медали. Все очень эмоционально. Да, очень эмоционально. Очень эмоционально. Ну, наверное, помимо соревнований была продумана еще какая-то культурная программа. Как вот развлекали гостей. Что показывали, куда возили. Ну, по приезду мы всех возили достопримечательности, музеи, музеи драгоценных камней, музеи, Ярославский музей. Также мы, самое главное, удивились, они от царства Весной Мирозлаты туда свозили. Ну, это, конечно, первое, куда везут обычно гостей, чтобы показать нашу Мирозлату. И самое главное, наша погода, главное, удалась для них. Они шокированы были, что минус 40, 45. Ну, в это время у нас где-то 34-35 было. Очень тепло встречали. Да, Семен Сергеевич, вот тут предстоят еще крупные очень соревнования. Летом, в июле, в Верхневилюйске пройдет 20-е спартакиада по национальным видам спорта. Вот как идет подготовка к этому мероприятию, крупному, спортивному? Это, в летнее время, это для нас самые большие соревнования, вся республика ждет. Именно по национальным видам спорта спартакиада проводится с 1968 года. Это будет 20-й юбилей, именно игры Мончары. Будут разыграны, ну, то есть будут проведены по 11 видам спорта. Все спортсмены, все делегации, все районы, все главы желают выиграть, победить. И в трех этапах уже будет проводиться эта спартакиада. И сейчас уже проводится второй этап, это республикация, отбор именно к 20-й спартакиаде Игоря Мончары. Скажите, пожалуйста, а сколько спортсменов примут участие в этой спартакиаде? Уже есть, наверное, какие-то цифры, да? Да, цифры есть. У нас порядка 1700 участников. Увеличивается постоянно количество участников, если сравнивать с предыдущей спартакиадой? Да, 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 да. У нас предыдущие спартакиады где-то порядка 1500 было, сейчас уже 1700 участников и по 11 видам, как я сказал. И мы делим на четыре группы. Это промышленная группа, первая группа, вторая группа, это сельская группа, вот это центральный район. И северную группу мы делим на две группы, потому что от примера участия к большим спартакиадам, это игры народа в Якутии и также вот национальные виды спорта. Таким образом, и еще девять, то есть улосы делим на северную, улосы делим на две группы. Семен Сергеевич, а какие строительные объекты строятся? Как вот идет сейчас строительство этих объектов? На какой стадии они завершения? Ну, как я сказал, с 6 по 10 июля пройдет именно в Верхневлюське. Это село Верхневлюсь, село Нанце, трех начленных пунктов будет, и село Кентек. Сейчас, в данное время, строится стадион на 3000 мест с теплым манежем, беговым манежем. В селе Верхневлюське также строится многофункциональный спортивный комплекс. И также начинаем строительство стадиона, мини-стадиона для проведения северных единоборств, то есть многоборья. И национальное многоборье – это село Нанце Верхневлюського района. А Кентек, село Кентек уже есть, здание там уже, очень хорошее здание есть. Мы там проведем именно настольные игры. Каблык, Камыска, остальные виды уже в самом Верхневлюське. То есть все строительство объектов идет по графику, все будет закончено в срок. Знаете, вот всегда возникает проблема после крупных соревнований, как использовать вот эти спортивные объекты. Они, в общем, очень большие, вот стадион на 3000 мест, предположим. Есть тоже какие-то планы, да? Ну да, планы есть. Это все здания, все объекты после всех игр, например, прошедших игр остаются, самое главное, это для населения. Для населения, например, сейчас Верхневлюська, Верхневлюська, Верхневлюська. И мы хотим в плане стоит создание республиканской детско-юношеской спортивной школы национальных видов спорта Верхневлюськи. Потому что там очень любят национальные виды спорта, капсагай, мастерский, ну, все виды очень развиты там. Поэтому хотим именно там создать такую школу. А какие-то проблемы возникают на пути подготовки к этой спорта Киаде? Ну, или они все решаемые, наверное, все в плане? Да, организационным комитетом все решается. Мы уже вот после Нового года три раза выезжали. Ну, постоянно контроль есть, но выездной оргкомитет мы сделали уже два раза. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был первый заместитель министра спорта Республики Саха-Якутия Семен Сергей Чердонов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»